Александр Шухов с женой Ли Йен Фэй уехали из Китая в командировку три недели назад. Успели в затишье. Сейчас в Поднебесной, говорят, тотальный карантин. Воздушные ворота Самары теперь также под пристальным контролем. Специалисты Роспотребнадзора проверяют каждый рейс из Юго-Восточной Азии. Еще на борту пассажирам дают градусник, а по прилету в Курумыч их ожидает двойное измерение температуры специальным тепловизором. Рейсы, которые следуют из Китая и Пхукета, это рейсы чартерные, туристические. Этими рейсами возвращаются наши туристы. Туристы возвращаются основными людьми, здоровыми, редко кто из них болеет. Вот, по крайней мере, в этом году с начала усиленного санитарно-краницинного контроля мы еще ни разу не выявили больных с температурой. Ни одного случая заболевания новой коронавирусной инфекцией в Самарской области не зарегистрировано. В регионе уже введены особые санитарные меры. Они призваны предотвратить завозы и распространение вируса. План по началу противоэпидемических мероприятий утвердил губернатор Дмитрий Азаров. Например, медучреждения подготовили для ранней диагностики, госпитализации и лечения. Прежде всего мы диагностируем по клинике и данным эпидонамнеза. То есть пациент должен прибыть из стран неблагополучных по данной инфекции и иметь признаки ОРВИ. Диагностика занимает до суток. То есть в течение суток мы уже будем знать, есть ли это инфекция или нет. Симптомы инфекции – повышение температуры, кашель, одышка и лихорадка. Если клинические признаки налицо, необходимо немедленно обратиться в больницу. В течение двух недель после прибытия появились симптомы инфекционного заболевания. Нужно немедленно обратиться к врачу. Дальше действия врача у нас отработаны. Есть алгоритм действия врача. Что делать, если такой пациент обращается? Прежде всего это анамнез. Коронавирусная инфекция выставляется на основании лабораторной диагностики прежде всего. Об инфекционной обстановке в стране ежедневно докладывают Владимиру Путину. Накануне председатель правительства России Михаил Мишустин поручил специально созданному оперативному штабу в течение двух дней разработать план борьбы с распространением коронавируса. Здесь Самарская область сработала на опережение. При необходимости санитарный кордон дополнит усиленные меры по дезинфекции общественных мест. Сергей Павлов, Владимир Терентьев, Александр Дудко. Новости губернии. Продолжение следует...